Добрый вечер! С вами снова программа «Итоги недели» – самые основные заметные люди и явления этих семи дней. Все, что происходило в Республике – социальные, политические, культурные явления, не только, но в начале коротко о главном. Все выше и выше, куда растут цены и что делать с инфляцией. Не бы самолет Маслехат увеличить число рейсов требуют жители. Заразные болезни охватили всю Республику. Какое лечение нам предлагают? Об этом и не только расскажем далее, но в начале столичная рубрика. Подведем итоги недели. Насколько Казахстан зависит от России? Какая страна будет строить АЭС в Казахстане? И зачем Путин прилетел в Казахстан? Теперь обо всем по порядку. 7 ноября. Зам. премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал оскорбительный заголовок известного мирового СМИ, где нашу страну назвали задним двором Путина. На днях американское издание Bloomberg опубликовало в Инстаграм пост с провокационным заголовком. Освещая приезд президента Франции Макрона в Казахстан, информагентство назвало нашу страну задним двором Путина. Bloomberg написал, что Макрону не хватает урана после событий в Нигере. И вот он отправился на задний двор Путина, говорится в сообщении. Речь идет про Казахстан и Узбекистан. Пользователи назвали высказывание оскорбительным и потребовали немедленно сменить заголовок и уволить журналиста. Но никакой реакции от издания пока не последовало. Некоторым чиновникам тоже не понравилось подобное сравнение. Вопрос, который уже оскомину набил в определенных кругах, да. И, честно говоря, на него подано в таком тоне отвечать. Казахстан ничей не задний двор, это независимое государство. Мэнгель-Киль с многолетней историей. То, что мы у кого-то что-то больше покупаем, это же не показатель того, что чей-то ты задний двор. Если нам это надо, мы это покупаем. Далее журналисты спросили мнение Жумангарина касательно ЕАЭС. Дело в том, что критики Союза часто указывают на отрицательное сальдо торгового баланса между РК и странами ЕАЭС. Это означает, что импортируем мы из стран Союза больше, чем экспортируем. После создания ЕАЭС страны-партнеры стали завозить в РК больше товаров, а республика меньше отправлять за рубеж. Российские компании действуют на казахстанском рынке свободно, а вот казахстанским предпринимателям в Россию трудно пробиться. Евразийская экономическая комиссия утвердила такие стандарты качества продукции, которые по силам только крупным и продвинутым компаниям, а вот нашим мелким производителям до них не дотянуться. Казахстанский экспорт внутри ЕАЭС снижается в большинстве своем из-за административных преград. Казахстанский экспорт в Россию почти в три раза меньше, чем поставки российских товаров и услуг в Казахстан. Но у министра торговли на этот счет собственное мнение. Интересы нашей страны для представителей Казахстана на евразийском треке, они священные. Никто шаг назад не делает в этом плане. И там среди наших представителей нет ни заднего двора, ни людей третьего сорта. 8 ноября глава Минэнерго в кулуарах Мажелиса рассказал, что пока не решено, какие вопросы выведут на референдуме по строительству АЭС в Казахстане. Журналисты вспомнили, что президент России Владимир Путин высказался о возможности участия Росатома в строительстве АЭС в Казахстане. В связи с этим они поинтересовались, значит ли это, что именно данная компания будет строить атомную электростанцию в Казахстане. В Минэнерго рассказали, что для АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявлял, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею на референдуме. Сообщалось, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улькен. Компания Росатом является одним из вендоров. Помимо компании Росатом заявки, как вы знаете, заявили французская EDF, компании из Кореи, Китайской Народной Республики. И также мы дополнительно к данной заявке рассматриваем предложения двух американских компаний, General Electric и New Scale. Казахстан крупнейший производитель урана в мире. На страну приходится 41% добычи. Сырье в основном экспортируется в Китай, Россию и Канаду. Обладая обширными запасами, Казахстан находится в выгодном положении для производства дешевой атомной энергии, говорят политологи. Но независимые аналитики говорят, что государство, которое проталкивает свой атомный реактор другому государству, рассчитывает привязать своего партнера на долгие годы разными обязанностями. Например, готовить специалистов только в России, закупать только российскую технику и осуществлять многолетнее технико-сервисное обслуживание только при участии России. Впрочем, у атомной энергетики критики есть повсюду, но мало где она вызывает такие споры, как в Казахстане, где советская программа по созданию ядерного оружия оставила в наследство зараженные земли и болезни. Ранее сообщалось, что корпус АЭС должен выдержать удар от падения крупнофюзеляжного самолета, не говоря уже о сейсмических требованиях. Французы, как и корейские и китайские компании, предлагают, что утилизация отходов – это обязанность страны, которая покупает эти технологии. Росатом предлагает, наоборот, полностью вывозить и утилизировать на своей территории атомные отходы. Стройка АЭС, по данным Минэнерго Казахстана, может занять до 10 лет. Напомним, что ранее стоимость строительства АЭС в Казахстане оценили 8-10 миллиардов долларов. 9 ноября. В Казахстане за три года будет проложено свыше 1300 километров железных дорог. Об этом сказал президент Токаев, выступая на межрегиональном форуме Казахстана и России с участием Путина. Также, по словам президента Казахстана, в ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм. Кроме того, мы построим 15 крупных птицефабрик, заявил президент Казахстана. Российский президент Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом. Утрапа самолета российского лидера встретил лично президент Казахстана Токаев. Позже главы государства приняли участие в работе форума межрегионального сотрудничества. А с соседним регионом общаться сам Бог велел. Ведь граница России с Казахстаном самая длинная в мире. Непрерывная граница составляет почти 7600 километров. Это 11 областей России и несколько областей Казахстана. По оценкам политологов, Казахстан сильно зависит от соседа. Ведь при желании Россия может перекрыть Казахстану его главный источник дохода – экспорт нефти. Нефтегазовый сектор обеспечивает более 40% доходов казахского бюджета. А 80% экспортных поставок нефти идет через расположенный на российской территории Каспийский магистральный нефтепровод КТК. Крупнейшая доля в котором принадлежит тоже России – 31%. Есть, конечно, и другие маршруты для экспорта. Через порт Баку, по трубопроводу в Китай и по железной дороге в Узбекистан. Но ни один из них не сравнится с КТК по объему, цене и скорости доставки. Также Казахстан много продуктов покупает именно у России. С некоторыми товарами у него все в порядке, например, мука, яйца и рис. Но по ряду статей, например, маслу, сахару и молоку, зависимость от импорта из России критическая. Только послушайте, о каких объемах идет речь. Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница – 98% импорта, ячмень – столько же, мясо птицы – 80-90%, сахар – до 70%, кисломолочная продукция – 60-70%. И в целом же двусторонний товарооборот, сельхозпродукции и продовольствие в 2022 году увеличился на 22%, до 4 миллиардов долларов. А за первые 7 месяцев текущего года прибавил еще 3%. Кроме того, по оценкам аналитиков, больше половины грузопотока из Казахстана проходит через территорию РФ. Другие варианты есть. В Европу через Южный Кавказ, на юг через Узбекистан и Туркмейстан есть железная дорога в Китай. Но все это выходит заметно дороже. Добавим, что Токаев рассказал, сколько продукции теряет Казахстан из-за ошибок в логистике и хранении. «Потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в наших странах достигает 40%. В целом в Казахстане за три года будет проложено свыше 1300 километров железных дорог. Президент Токаев обратил внимание участников форума на ряд актуальных вопросов. Первым он назвал индустриализацию аграрного сектора Казахстана. И, как признался Токаев, для решения вопроса начата реализация крупных инвестпроектов, направленных на снижение именно импортозависимости по социально значимым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 триллиона тенге. Впрочем, Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию. Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора миллиарда человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халалной продукции на этом огромном рынке. И мы приглашаем российский бизнес к тесному сотрудничеству на этом направлении. По оценкам аналитиков, наша страна одна из немногих, которая сохраняет нейтралитет в войне между Россией и Украиной. «Мы не испортили отношения с РФ, и при этом Казахстан оказывает гуманитарную помощь в Украине и поддерживает ее территориальную целостность в рамках границ, признанных ООН». Также Казахстан тщательно соблюдает санкции западных стран против России, параллельно укрепляя отношения с другими мировыми центрами силы, говорят местные политологи. Боуржан Шеяхмет Ахмедяр Ильясов. Главное за неделю. О том, что с Китаем у нас заработает безвизовый режим, именно с 10 ноября заявляли ранее в МИДе. И обещали, что теперь будут гораздо облегчены условия проезда казахстанцев по бизнесу и для турпоездок тоже. Вот и на этой неделе, когда встречались наши премьер и китайские, вернее, премьер Госсовета Китая, они обсуждали широкие возможности в плане экономики, туризма и культуры тоже. Есть разные другие направления, по которым необходимо укреплять взаимодействие. Это экономические, культурные связи, а также широкий спектр сотрудничества в промышленной сфере. Об этом и не только говорили казахстанский премьер Смаилов и премьер Госсовета КНР. Ну и, разумеется, важным пунктом тут была экономическая составляющая. Как известно, Китай один из крупнейших импортеров Казахстана и партнеров тоже в плане экономики. Ну и в плане политики тоже у нас налажены уже широкие крепкие дружеские связи. О чем еще договорились на этой неделе, расскажем далее. Нам есть что показать китайским потребителям и, например, мы можем поставить кондитерские изделия. Одна из наших фабрик, которая производит более 500 тысяч тонн в год, а 40% продукции идет на экспорт, намерена расширить контакты и рынки в данном направлении. Экспортное направление у нас составляют все страны СНГ, плюс также КНР, Монголия, Восточная Европа, Корея с этого года. Поэтому с точки зрения развития экспорта стараемся посещать все мероприятия, которые организовывает и Кастрейд, и министерство. Ищем новые рынки, ищем новые страны, географию расширяем. Видим большой потенциал в нашей продукции за рубежом. Растет экспорт масложировой продукции. В прошлом году мы отправили более 122 тысяч тонн на общую сумму порядка 170 миллионов долларов. С открытием рынка Китая мы перевалим объем экспорта в следующем году. Это более 200 тысяч тонн, сообщили в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур. В текущем 2023 году мы увеличиваем экспорт масложировой продукции на 40 процентов, либо более 170 тысяч тонн. И, соответственно, у нас еще ко всему этому в текущее время прорабатывается вопрос совместно с министерством торговли и министерством сельского хозяйства по открытию рынка Китая для экспорта высокобелковых кормов, как шурчинок. Национальный павильон был на китайской международной импортной выставке в Шанхае, куда прибыл премьер Смаилов. Тут гостям представили широкие возможности и промышленный потенциал республики. Из КНР у нас подписан 21 протокол по экспорту сельхоза и пищевой продукции, что позволило нарастить поставки товаров АПК в Поднебесную. И, как отметил Смаилов на открытии выставки, центральный азиатский регион расширяет объем торговли с Китаем. По итогам прошлого года он достиг 70 миллиардов долларов, из которых 45 процентов – это доля Казахстана, и тут важным пунктом является логистика. Как известно, около 85 процентов всех наземных транзитных перевозок из Китая в Евросоюз приходится на нашу республику. Совместно с Китаем мы реализуем такие крупные инфраструктурные проекты, как Международный автомобильный коридор Западная Европа-Западный Китай, Логистический центр в порту Лянь-Юньгань, Международный центр приграничной торговли Хоргос, Совместно сухой порт в зоне Хоргос, Восточные ворота, Новый ЖД-коридор Китай-Казахстан-Туркеминстан-Иран и так далее. Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое. Если и есть дополнительная возможность для увеличения взаимного товарооборота и культурных связей, так это безвизовый режим. На встрече с премьером Госсовета Китая Смайлов напомнил, что в прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 35% и достиг рекордного объёма в 24,2 миллиарда долларов. Динамичный рост продолжается и в текущем году, а взаимная торговля выросла ещё на 21%. Личный дружественный контакт между высшим руководством двух стран оказывает положительное воздействие на все аспекты нашего взаимодействия. Состоявшиеся недавно переговоры президента Казахстана Касымжу Мартутукаева с председателем Китая Сидзиньпином позволили наполнить новым содержанием казахстанско-китайского сотрудничества в очередную эпоху золотого 30-летия. Продуктивное многоплановое сотрудничество, сказал ему в ответ китайский коллега, это самое важное. Невзирая на международную обстановку, отношения выдержали эти испытания. Главы наших государств наметили приоритетные задачи и направления для дальнейшего развития наших отношений. Мы готовы прилагать совместные усилия с казахстанскими коллегами, чтобы перевести эти договорённости на высшем уровне в практическую плоскость, чтобы такое сотрудничество позитивно повлияло на уровень жизни наших народов. Уровень инфляции стабильно снижается, несмотря на то, что цены у нас высокие, обрадовал Национальный банк на неделе. Но всё же этого недостаточно. Недостаточно в плане того, что, как я уже сказала, уровень инфляции всё ещё всё равно высокий, цены растут, а население и общественники недовольны текущей экономической ситуацией. Почему же казахстанцам легче не становится, спросили народные избранники и задали этот вопрос напрямую главе Нацбанка республики. На это им уже ответили, что проводится достаточно жёсткая денежно-кредитная политика. Ну и национальным регуляторам, и правительствам тоже. Но что же мешает на самом деле борьбе с высокой инфляцией? И почему растут цены, мы, естественно, спросили. Ну и, как ответили уже в Нацбанке, конечно же, за ситуацией следят. Но при этом, конечно, хотелось бы отметить, что инфляция всё ещё снижается. Уже к концу года обещают 10 с небольшим процентов. Дальше будет ниже. Но так ли это на самом деле? И почему она притормаживает, узнаем далее. В 2024 году инфляция должна сложиться в пределах 6-8% с последующим снижением до 5% в 2026 году. И это по данным Нацбанка. Хотелось бы поддержать оптимизм регулятора, да не получается, заявляют в ответ депутаты. Они задали вопрос главе Нацбанка в Сенате. Очень хочется верить, что это именно так и есть. Хотя казахстанцы по ценам на прилавках, своих кошельках и карманах имеют более острые ощущения и не разделяют оптимизм правительства и Национального банка. По вашему мнению, какие факторы должны повлиять на снижение инфляции до 5% в 2026 году? Это первый вопрос. И второе. Считаете ли вы, что действующая базовая ставка в 16% реально влияет на сдерживание инфляции? Каково ваше видение по этому вопросу? Ставка в 16% сыграла свою роль, ответили в Нацбанке, а инфляция активно снижается. Если она была на уровне более чем в 21% по итогам прошлого года и в начале текущего, то теперь по итогам 10 месяцев 10,8%. Ну а резко снижать ставку сейчас нельзя, сказал Тимур Сулейменов и напомнил, что инфляция – это не только рост цен на определенные группы товаров, но и общий рост цен в экономике. Это превышение денежной массы над товарной. Как вы, наверное, читали много раз экспертные оценки, около 4-4 триллиона свободной ликвидности есть у нас в финансовой системе. То есть это те деньги, против которых нет товара. И когда есть деньги, но против них еще не создана добавленная стоимость в виде товаров, эти деньги давят на все цены. Начиная от цен на продукты и заканчивая ценами на недвижимость, автомобили, товары долгосрочного потребления и так далее. Поэтому задача в данном случае Национального банка – эту излишнюю денежную массу не допустить на товарные рынки. Так что необходимо сдерживать инфляцию, а потому нужна ставка. И если ее резко опустить, то деньги хлынут на валютный либо на потребительский рынок. Поэтому мы считаем, что для того, чтобы обуздать монетарную массу, а вернее дать товарам, то есть вот о чем говорил премьер-министр, тем проектам инвестиционным, которые сейчас уже реализуются, которые будут реализовываться, нарастить и прийти в соответствие в равновесии денежная масса и товарная, то, конечно же, мы будем эту ставку снижать. Но на данный момент мы относимся к этому осторожно. При этом уровень инфляции в 10% и ниже вполне достижимы результаты, и кому-то покажется логичным увеличить зарплаты вслед за растущими ценами. Об этом не раз говорил и само население, и депутаты. Жизнь дорожает, а оклады на том же уровне. Но это рискованно отвечает народные избранники. И хотя бюджетом предусмотрено повышение зарплат с учетом сильной инфляции, это может иметь двойной эффект. Номинально увеличив зарплаты и пенсии, мы фактически сделаем покупательную способность деньги еще меньше. Уже сегодня люди жалуются, что на те же деньги, которые они получали раньше, они уже не могут позволить обеспечить такой же уровень жизни. Мы неоднократно обращали внимание правительства на неэффективную политику ценообразования. Цены на товары и услуги бесконтрольно растут. Если и дальше будет такой же тренд, все те благородные инициативы по повышению зарплаты и пенсии будут разбиваться об инфляцию. К слову, по зарплатам средняя зарплата уменьшилась на 15 тысяч тенге за последние три месяца. Такие данные озвучили в Бюро национальной статистики, и эксперты, между тем, предсказывают новый рост цен уже зимой. Советуют работодателям поддерживать своих сотрудников, ну а разрыв между бедными и богатыми станет еще больше. И это еще вполне оптимистичный сценарий. Ульнару Марова, Ахмедяр Ильясов, ТДК-42. Дефицит автогаза, несмотря на то, что мы газа и нефтедобывающая республика, наблюдается в регионах. Хотя правительство обещает срочные меры, все же водители до сих пор стоят в очередях. В очередях стоят почти по всем регионам и очень недовольны водители текущей ситуации. В Астане, например, автогаз решили даже выдавать по талонам, чтобы хватило всем, а ресурсы ограничены, говорят Минэнерго. Министерство энергетики, между тем, намерено инициировать запрет на использование автолюбителями жиженного нефтяного газа вместо бензина. Ну и в последнее время в Казахстане наблюдается дефицит и очереди на заправках. Недовольные водители тут же спрашивают, где газ и почему в добывающей топливо республике его не хватает. Ну и Минэнерго, конечно, дал все подробные пояснения о запрете и дефиците газа. Почему же его не хватает и насколько хватит тех ресурсов, что уже есть, намерены ли увеличить и инициировать на самом деле запрет СНГ вместо бензина, обо всем этом мы спросили у Минэнерго. Дефицит газа на заправках наблюдался сразу в нескольких регионах в октябре и в ноябре тоже. Сложной ситуацией была, например, в Атраусской области, в западно-казахстанской автолюбители тоже подолгу стояли в очереди, хотя она немного и поубавилась, говорят водители. А чего? Не знаю. Почему? Ну, говорят, там вот Атраусская нефтебаза, как она там называется, вот там, говорят, ремонт делает, не знаю. От этого, наверное. Неделю назад было много очередей, сейчас уже более-менее не так уж. Неделю назад был, да, вот очередь был. 15-20 машин стояли, сейчас уже не такой очередь, мало. Все равно нехватки есть по городу. Днем ранее в Минэнерго уже говорили о перебоях по поставкам в Астане, Жамбылской и Североказахстанской области. Всего на ноябрь выделено 133 867 тонн жиженного нефтяного газа. 7 и 8 ноября уже планировалась отгрузка с завода СНПС 1296 тонн. До 11 ноября они должны прибыть в столицу и в Жамбылскую область. С Шамкенского НПЗ выделено 5218 тонн. Отгружено 1250, а для Североказахстанской области 5706 тонн. Уже отправлено 1477. По данным Минэнерго, цена на СНГ достаточно низкая по сравнению с бензином марки АИ-92 и дистопливом. Это послужило триггером к массовому переходу автомобилей на данный вид топлива. Ресурс ограничен, предупреждают ведомстве. Будут предприняты экстренные меры для покрытия дефицита, но… Практически мы на данный момент исчерпали возможность покрытия за счет других источников покрытия внутреннего рынка. То есть сейчас пока мы балансируем на уровне производства и потребления жиженного нефтяного газа. Если один из заводов встает на ремонт, ситуации по топливу приходится управлять в ручном режиме, сказал глава Минэнерго. Из-за непрогнозируемого роста потребления автогаза возникают очереди. Теперь министерство намерено инициировать запрет на использование жиженного нефтяного газа как моторного топлива в течение пяти лет на уровне правительства. Вопрос о запрете перевода будет рассматриваться на уровне правительства. Мы как министерство безусловно будем его инициировать. Но в данном случае я говорю о наших рекомендациях. Я их повторяю. Мы на данном этапе не рекомендуем автомобилистам переводить свои автомобили на данный вид моторного топлива в связи с тем, что его недостаточно в стране. В будущем там возможен дефицит с поставками. И во-вторых, неизбежно рост цен на данный вид нефтепродуктов. Темпы роста перевода авто на газ превышают возможности производства на текущий момент, а бесконечный перевод транспорта может привести к существенному росту. Мы вынуждены говорить, как министерство, брать на себя ответственность и открыто абсолютно обществу потребителям, нашим автолюбителям говорить о том, что с этим видом топлива уже сейчас государство испытывает серьезные проблемы. И эта проблема в краткосрочный период не решится. А вот в другом регионе, тоже на западе республики, местные жители ополчились против нефтяного месторождения, вернее, против планов по его добыче. Местность, конечно же, подходит для этого, но местные жители боятся за экологию и за будущее своих детей. Они собрались на неделе на большом собрании, вызвали, конечно же, недропользователей и нашу редакцию, чтобы мы засняли и отразили всю эту ситуацию на видео. Суть в том, что недропользователи собрались искать нефть возле села, которая в 35 километрах от областного центра Актобе, но жители даже слышать об этом не хотят. Они уверены, что последствия будут необратимыми для экологии и для самих людей. Ну и, естественно, наши актобинские сопкоры выслушали все стороны конфликта. На самом ли деле так нужно месторождение, и почему именно в этой местности, почему жители так против, хотя он может принести рабочие места и налоги тоже. Узнаем далее. Сельчане встревожены тем, что всего в трех километрах от их аула хотят добывать черное золото. У людей уже не в первый раз пытаются взять разрешение на проведение разведывательных работ, но они категорически отказываются жить рядом с нефтяными вышками. В очередной раз на общественных слушаниях люди выразили свое недовольство и претензии к недропользователям. Жители села имени Шамшей Колдаякова даже слышать не хотят о проекте. Людей об этом предупредили еще в августе. Но сельчане переживают, что разведка нефти погубит все живое вокруг. А природа в Каргалинском районе одна из самых живописных в регионе. Рисковать такими ресурсами ради черного золота люди категорически отказываются. Ничем хорошим это для простого народа не закончится. 30 лет независимости, нам что платят какие-то дивиденды. Я лично ничего не вижу. Мне 37 лет, я ничего не вижу, никаких дивидендов, выплат, подождите. Ни с нефти, ничего я не вижу. В этом поселке в середине прошлого века уже проводили геолого-разведочные работы. Нефть тогда нашли, но запасов оказалось недостаточно для промышленной разработки. Поэтому скважины законсервировали. Теперь геологи хотят вновь оценить, сколько нефти лежит в недрах. Но уже во второй раз не могут получить согласие от местных жителей. То дело, которое мы предлагаем, оно очень хорошее, выгодное для всех. Мы считаем. И поэтому я считаю, может быть, мы в прошлый раз не все смогли донести. Может быть, не все смогли правильно объяснить. У нас стоит обязательство перед государством. Мы должны его выполнять. Из-за того, что народ против, недропользователи не могут ничего сделать. Нужно учитывать мнение местных жителей. Пока речи не идет ни о какой добыче. Сейчас разговор только вокруг разведочных работ. Но люди на это не дают согласия. Чиновники говорят, возможно, это не последняя встреча в сельском клубе. По их словам, слушания могут проводиться еще неоднократно. Но жители уверяют, сколько бы их ни просили, каждый раз ответ будет один и тот же. О том, что происходит в мире экономики, какие достижения в Казахстане в плане финансов, и не только, расскажет Марина Горбук. Каким образом в Казахстане намерены снизить рост цен на яйца? Сколько казахстанцы тратят на продукты питания в месяц? И куда намерены отправлять на экспорт зерно? Об этом и не только я расскажу в финансовом обзоре. Здравствуйте. СПК будут работать напрямую с птицефабриками. Такое решение в Казахстане приняли с целью исключения посредников из-за роста цен на яйца. Ситуацию с ростом цен на этот социально важный продукт обсудили в ходе пресс-конференции правительстве. Как заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин, сейчас по стране проводится анализ схемы ценообразования. На местах созданы соответствующие комиссии, куда входят представители государственных органов. Основная причина повышения цен на яйца в том, что многие птицефабрики работают через посредников, которые накидывают дополнительные суммы. Сейчас в этом направлении работает антимонопольный комитет. Правительство разработало механизм, который, так как ожидается, поспособствует удешевлению товара. Яйца решили включить в категории товаров, которые СПК должны закупать напрямую. Также Серик Жумангарин отметил, что средний чек и объем продаж торговых сетей – это очень существенный индикатор экономического благополучия страны. Если продажи по причине завышенных цен начинают замедляться и падать, это плохой признак. Поэтому необходимо предпринять соответствующие меры. В КНР поставят порядка 200 тысяч тонн зерна. Соответствующий меморандум продкорпорация заключила с Китаем. Китайская сторона дает высокую оценку качеству казахстанской сельхозпродукции, отмечает ФНАЦКомпания. С 5 по 10 ноября текущего года в Шанхае прошла шестая китайская международная импортная выставка. В рамках национального павильона Казахстан презентует широкому кругу посетителей свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, инноваций и логистики. По итогам 10 месяцев текущего года национальной компанией были заключены соглашения на экспорт 135 тысяч тонн зерна. На сегодняшний день активно ведутся работы по поиску экспортных рынков. Казахстанцы тратят на еду до 50 процентов своего дохода. Такие данные уже неоднократно проводили аналитики. При этом заместитель премьер-министра Серик Жамангарин с этим не согласен. Он подчеркнул, что исследования показали о том, что расходы исчисляются не от уровня заработной платы, а от уровня потребительских расходов. На самом деле такие исследования проводились и статистика наша подтверждает. Только я хотел бы сделать одно очень важное уточнение. Не половину заработной платы, а половину потребительских расходов. Это разные совсем вещи, поскольку по данным статистики от номинальной заработной платы казахстанцы тратят меньше на продукты питания и безалкогольные напитки. Это порядка 23 процентов. Но из потребительских расходов, куда входят продовольственные и непродовольственные товары и услуги, тратится действительно порядка 49 процентов. Причем тенденция это уже долгие годы. По его словам, эта статистика говорит о том, что на рынке нет достаточного насыщения товарами. На рынке нет достаточной конкуренции товаров. И ясный выход здесь. Товарную массу на рынке необходимо наращивать. Также вице-премьер Казахстана назвал шесть самых затратных продуктов питания в республике. Это мясо, хлеб и крупы, молочные продукты, овощи и фрукты, а также сахар. Он проинформировал, что правительство готовит большой проект по развитию в отраслях мясного животноводства, производства молока, молочно-товарных ферм, глубокой переработки мяса, зерна, овощехранилищ и разрабатывается дорожная карта развития сахарной отрасли. Эти шесть продуктов определяют на сегодняшний день высокие расходы населения. У нас по ним есть четкое понимание того, что мы будем делать, несмотря на все трудности, которые сейчас есть и вообще общее состояние сельского хозяйства в целом. У нас есть понимание того, как двигаться. Я думаю, в ближайшее время мы это будем показывать и объявлять, заявил вице-премьер. Казахстанские школы будут закупать мебель у местных производителей. В проект «Комфортная школа» внесены некоторые изменения. Изменения предусматривают расширение участия отечественных производителей мебели и отделочных материалов. В ходе строительства школы нового формата вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей. При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, также будут преимущественно отечественного производства. Министерством просвещения совместно с местными исполнителями органами определены необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ. На сегодняшний день также готовится информационная система для осуществления общественного мониторинга. Таким образом, у каждого казахстанца будет возможность наблюдать за ходом строительства школ через публичный дашборд. Для этого сейчас на каждом объекте устанавливаются камеры видеонаблюдения. Национальный проект «Комфортная школа» реализуется по поручению главы государства Касамжумарта Токаева. В его рамках планируется открытие 369 школ на 740 тысяч ученических мест. Это позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в стране. На реализацию национального проекта из-за республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2,4 триллиона тенге. В Казахстане могут повторно ввести запрет на вывоз судака и сама. Такие ограничения вводят с целью увеличения загруженности местных рыбоперерабатывающих предприятий. В марте текущего года приказом Минэкологии уже был введен запрет на вывоз судака и сама в необработанном виде. Запрет действовал в течение шести месяцев. Затем проведен анализ эффективности введенных ограничений. Данная мера позволила увеличить загруженность рыбоперерабатывающих предприятий. В связи с этим на сегодня рассматривается возможность повторного введения запрета, сообщил министр. Также в сентябре текущего года внесены изменения в программу развития рыбного хозяйства до 2030 года. Включены меры по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов, развитию промыслового рыбоводства, переработке рыбы. Также сегодня в Можилисе рассматриваются поправки в земельный кодекс по выделению участков для выращивания рыбы. Средняя зарплата казахстанцев в долларах оказалась на уровне десятилетней давности. Согласно данным Бюро национальной статистики, среднемесячная заработная плата на одного работника в третьем квартале текущего года составила 350 тысяч тенге. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. По среднеквартальному курсу этот показатель составил 770 долларов. Примерно столько же было и 10 лет назад. В июле 2013 года этот показатель составил 739 долларов. В казахстанской валюте средняя зарплата по сравнению с прошлым кварталом тоже снизилась. Примерно минус 4 процента в номинальном выражении, минус 6 процентов с поправкой на инфляцию. При этом на годовом уровне прогресс все же есть, до 17 процентов. Но постоянный рост цен на рынке все же опережает увеличение заработных плат. Такими были основные события в мире финансов на текущей неделе. Дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Мне бы в небо гласит популярное выражение. Казахстан входит топ среди стран СНГ по безопасности полетов. Более 80 процентов все приведено в порядок, гласит статистика. Но, как известно, есть реалии при этом. Свыше 700 внутренних рейсов, например, в неделю выполняется по республике. Ну а депутаты Маслехатов возмущаются при этом. Например, в Западно-Казахстанской области обсуждали проблемы авиаперевозок. Согласно их анализу, уже с начала ноября нет билетов ни в Астану, ни в Алматы. Что же влияет на снижение количества рейсов из Уральска по главным направлениям, они, разумеется, спросили у авиаперевозчиков. На большом собрании, посвященном этой теме, побывали и наши уральские корреспонденты и узнали, почему же билеты так трудно достать. И неужели, несмотря на новые полосы, несмотря на новый аэропорт, мы все же испытываем проблемы с полетами. Количество рейсов с Уральска в столицу и в южную столицу снижены вдвое по сравнению с летним периодом. Об этом сообщил председатель областного Маслехата Мурат Мукаев. На сегодня с областного центра в Астану и Алма-Ату 11 вылетов в неделю. Тогда как в соседних регионах цифры в разы больше. Третьи и четвертые рейсы с Актюринска и Сатрау стоит нам перевести на постоянную основу. У нас количество жителей в области одинаково с Сатрауской областью и с Магистауской областью. А количество рейсов в два, в три раза ниже. Тоже самое проблема у нас по железной дороге. Мы вчера специально приглашали депутатов Мажлиса парламента. Ездили на железную дорогу. Та же самая беда. Жители вынуждены выезжать на автомобили, что может повлиять на увеличение ДТП. Обеспокоены народные избранники. В связи с этим необходимо увеличить количество рейсов. Местные власти готовы приложить все усилия, чтобы решить проблему. Также на заседании в онлайн режиме присутствовал заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан Тимур Тлегенов. По его словам, за все эти вопросы ответственны авиакомпании. Есть рейсы, которые субсидируются государством. Там мы можем регулировать, проводить конкурсы, чтобы авиакомпании участвовали, определяли перевозчикам, кто лучше условия даст, кто лучше паркты даст, кто больше частотно даст. Эти маршруты мы получаем от местных исполнительных органов, потом передаем в Министерство финансов. Это что касается субсидированных рейсов. Все остальные маршруты выполняются на коммерческой основе. Мы не регулируем внутренние маршруты. Еще одна проблема, которая обсуждалась в ходе заседания, это условия перелета для лиц с особыми потребностями. На сегодняшний день ни одна авиакомпания не имеет межрядовой коляски для передвижения внутри борта. То есть необходимо оптимизировать материально-техническую базу аэропортов, говорят депутаты. Коляски предназначены только для передвижения от здания аэропорта до самолета. Причем этот путь они проходят несмотря на погоду. Спасибо. Вот это вот мое предложение. Межрядовые коляски на борту каждого самолета. И конечно же, чтобы стюарды знали, как пользоваться ими. Потому что бывает доходит до абсурда, что межрядовые коляски не знают, как в аэропорту даже пользоваться. Проблема перед чиновниками озвучена. Остается ждать ее решения. Мольдер Садаргалиева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42. Проблема детских садов дошкольных учреждений регулярно поднимается каждый год на всех уровнях. Но все равно детские сады должны возводиться, несмотря на проблемы. Каждый год мы рассказываем и показываем о том, как открываются те или иные детские сады, государственные и частные. Но все же их нужно еще больше. Дефицит мест пока, к сожалению, наблюдается, говорят и в ведомстве. Больше 20, например, новых детских садов уже появятся в Октюбинской области до конца этого года. И это решит проблему нехватки мест в микрорайоне Алтынорда в Октюбе и в других динамично застраивающихся жилых массивах. Ну и кроме того, в целях укрепления материально-технической базы дошкольных организаций уже разработали специальную дорожную карту. Но сколько же средств выделили из бюджета на покупку мебели и всех составляющих? Об этом спросили наши октябрьские корреспонденты. Ну и, как я говорила, проблема детских садов должна быть решена, по крайней мере, в этом регионе. Как обстоит ситуация в целом, узнаем далее. В 49-м ясли саду Думан оборудовали новые игровые зоны. К примеру, на этом участке малышей обучают правилам дорожного движения. Для этого есть знаки и пешеходная зебра. А в спортивном зале появились тренажеры и батуты. Дети с удовольствием приходят на занятия. В соседней студии идет урок гимнастики. Одним словом, все продумано до мелочей, используя для подрастающего поколения. В этом кабинете с детьми занимаются по программе творческого, духовно-нравственного развития. Игрушки нам подарили меценаты. К нам приезжал сам автор проекта Яросел Сакенула. Здесь есть уголок народных музыкальных инструментов. Они выполнены из дерева, экологичные и безопасные. Проект здешних педагогов признан лучшим по внедрению системы Экерс-3 в сфере трансформации образовательной среды. Эти шкалы наблюдений сегодня применяются для комплексной оценки качества образования во всех дошкольных организациях. Коллектив Яслисада «Думан» имеет множество наград и достижений. Его работники не раз становились победителями различных конкурсов. С прошлого года уделяется большое внимание. Именно качественному образованию выделяются денежные средства для обеспечения материально-технической базы. Чтобы ребенок рос счастливый и успешный, должна быть хорошая развивающая среда. В этом году выделили у нас 40 миллионов. Мы оснастили игровые комнаты. Также мы приобрели оборудование, открыли кабинет робототехники, приобрели материал для кабинета логопеда, психолога. Сейчас, чтобы получить хорошее образование, мы должны организовать в каждой группе центры развития для целостного развития ребенка. На питание одного ребенка в государственном садике выделяется 700 тенге в день. При этом малышей кормят пять раз. В меню добавили больше фруктов и овощей, мясные и молочные блюда. Сейчас в регионе действует порядка 600 дошкольных организаций с контингентом 45 тысяч детей. Из них 385 – это государственные дошкольные организации и мини-центры. В рамках госзаказа детей принимают и больше 200 частных садиков. Их посещают 18 тысяч малышей. До конца года в регионе откроют еще 26 детских садов на 2500 мест. Для обновления материально-технической базы у нас разработана дорожная карта на 2023-2027 годы. Из казны на приобретение игрушек, мебели, посуды и постельного белья выделено 222 миллиона тенге, в том числе для дошкольных организаций в районах области. В целом для обеспечения качественного дошкольного образования детей от 2 до 6 лет в области реализуется поэтапный план открытия новых детских садов. В рамках данной программы до 2027 года по Актюбинской области откроется больше 100 новых детских садов на 12 тысяч мест. Сейчас охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 лет составляет 93%, а показатель от 3 до 6 лет достиг 100%. Кори охватило уже все регионы республики. Об этом докладывает Минздрав и требует срочных мер, вернее уже их проводит. Например, 6 ноября началась массовая иммунизация населения, прежде всего, конечно же, детей, хотя заразными выявляются и взрослые тоже. Прививки против кори будут проводиться среди малышей в возрасте 6-11 месяцев, а с декабря детям от 2 до 4 лет, независимо от того, прививались раньше или нет. Ну и с начала года по Казахстану выявили почти 13 тысяч заболевших, и с каждым днем эта цифра только растет. Взрослые среди них тоже есть и больше всего зараженных в Шемкенте и Алматы. И на Западе, и в Западно-Казахстанской области, в Атрауске тоже растет заболеваемость корию. На неделе вирусом в Атрау заразились 1547 человек. Ну и по словам специалистов, люди, которые ранее не болели этим заболеванием и не были вакцинированы против него, имеют более высокий риск заражения опасной инфекцией. Ну и поэтому врачи призывают к вакцинации, чтобы защитить население от эпидемии. Насколько опасна на самом деле такая популярная, но заразная болезнь, как корь, мы узнаем далее устами наших корреспондентов. Ситуация с кори в Атраус сложная. Со 2 марта по 7 ноября текущего года зарегистрировано 1547 случаев с подозрением на корь по первичным признакам. Из них 941 случаи лабораторно доказаны. У 153 человек результаты лабораторных исследований оказались отрицательными. У 453 пациентов анализы проверяются. В Атраусскую область поступит 39 тысяч доз вакцин по дополнительной иммунизации за счет средств Министерства здравоохранения. В том числе вакцина против кори, краснухи, паратита. Как правило, это вакцина, которую вводят в возрасте от 1 до 6 лет. А дополнительную вакцину вводят детям в возрасте от 6 до 12 месяцев и детям в возрасте 6 лет. Вакцинация проводится во всех медицинских организациях на бесплатной основе. По распространенности опасной инфекции в республиканском показателе нефтяной регион занимает второе место после Шымкента. В связи с этим в области создан оперативный штаб. В его состав вошли врачи, эпидемиологи и представители Акимату области. На заседании штаба ведется мониторинг больных кори на амбулаторном уровне и создана мобильная бригада, которая в настоящее время работает во всех медицинских организациях. Кроме того, во всех медорганизациях у нас предоставляются резервные койки с целью исключения случаев вспышек инфекционных заболеваний. Несмотря на призывы врачей и экспертов о важности вакцинации, количество отказников все еще остается высоким. Согласно статистике, в настоящее время в регионе выздоровело 931 человек, но более 100 человек продолжают лечение. Интересно, что здесь не было случаев кори в течение последних двух лет. Испышка инфекционного заболевания фиксировалась последний раз четыре года назад. Тогда было зарегистрировано 774 случая. Врачи настоятельно рекомендуют всем непривитым лицам вне зависимости от возраста пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Ну и помимо болезни и здоровья, есть и другие проблемы в регионах, которые требуют срочного решения. Например, социального и коммунального характера. Во многих регионах, как я уже сказала, местные жители жалуются на отсутствие дорог, например, чистой питьевой воды и многого другого. На этой неделе мы отразили один из таких регионов. Например, люди живут в проблемах в Западной Казахстанской области. В нашу редакцию обратились жители поселка Подстепное. Из-за проблем с подрядчиками сельчане не могут дождаться подведения чистой питьевой воды. А из-за плохих дорог даже карета скорой помощи не может и даже не хочет приезжать. Ну и наши корреспонденты, разумеется, выехали на место и рассказали подробно об этой проблеме. Хотя существует целая госпрограмма касательно питьевой воды и подведения ее во все села, и выделяются на это миллиарды тенге ежегодно, все же проблема до сих пор не решена. Как обстоит в Западной Казахстанской области и намерены ее вообще решить? Чиновники узнаем далее. Жители села Подстепное Западной Казахстанской области рассказывают, что проблема бездорожья и отсутствие качественного водоснабжения не решается уже на протяжении многих лет. Меняется власть, акимы приходят и уходят, а вопросы так и остаются открытыми. Сегодня, во времена активного развития передовых технологий, люди все еще вынуждены употреблять ржавую воду. Проблемы с водой у нас не решаются уже несколько лет. Вода, которой нам приходится пользоваться сейчас, очень плохого качества. Оборудование для подогрева воды нам приходится менять минимум два раза в год, а фильтры постоянно забиваются. Такая вода непригодна для пользования, но у нас безвыходная ситуация. В Акимате заявили, что причина проблемы сельчан в недобросовестном подрядчике, который, взяв бюджетные деньги, так и не выполнил работы по подведению воды должным образом. Средства на реконструкцию водопровода в селе Подстепное были выделены в 2021 году. Подрядчиком является ТО «Байсона». Работы были начаны в 2001 году. Согласно проекту, должны были закончиться в этом году. Но подрядчик из-за своей плохой работы, из-за отсутствия средств, как сам подрядчик говорит, оборотных, из-за повышения цен на материалы, подрядчик приостановил работу. В Акиматном районе был подан иск в суд для признания его недобросовестным и расторжения договора с подрядчиком. Но суд нас не поддержал. На данный момент подрядчик также работает, но работа почти не ведется. Небольшая работа ведется в самом поселке. Это работает в колодцах. И на втором подъеме, там, где у нас башня, там, где у нас резервуары, они тоже собирают насосную станцию. Работы по подведению воды обошлись в сумму порядка полутора миллиардов тенге. Получается, что часть бюджетных средств утекла впустую. Также в Акимате сообщили, что проблему дорог, в свою очередь, целесообразно решать лишь после проведения системы водоснабжения. Жителей волнует еще один вопрос – присоединение к городу. Заместитель Акима района заявил, что на местном уровне его решить не могут. Кроме того, ранее этот вопрос уже рассматривался. Этот вопрос будет решаться на уровне правительства. В 2013 году Акиматом района уже это в рамках оптимизации территориального устройства Республики Казахстан уже этот вопрос поднимался. Тогда практически было готово все к принятию решения обсудить по Степанову. Но, опять же, по заявлениям жителей, многая часть жителей не хотели присоединить к городу, тогда вопрос был отложен этот. Если же сейчас вот жителям объяснил, если они опять хотят инициировать этот вопрос, это их право. Это не единичные случаи волокиты с подрядчиками. Судебные разбирательства и переделывание работы могут длиться годами, а страдает от этого по-прежнему простой народ. Марина Горбок, Нурлан Кунашев, Особи Кобекенов, ТДК-42. Таким был короткий выпуск итогов недели. Все, что не вошло, все подробные сюжеты за эти 7 дней есть на сайте tdk42.kz и в наших социальных сетях. Но не торопитесь переключаться. Впереди криминальная хроника о преступном мире расскажет Марина Горбок. Уральские полицейские задержали водителя в нетрезвом состоянии. Кроме того, он оказался без водительских прав. Патрулируя улицы города, сотрудники остановили подозрительный автомобиль марки Hyundai Accent рядом с торговым центром Променад. После проверки выяснилось, что владелец автомобилей 28-летний житель города, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, автолюбитель не имел при себе документов. Проверка показала, что водитель ранее уже был лишен права управления автомобилем на пожизненный срок. По итогам проведения медицинского освидетельствования в отношении водителя начато досудебное расследование в соответствии с частью первой статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Они наказываются штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением работы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В октубе из торгово-развлекательного центра похитили золотые украшения стоимостью 25 миллионов тенге. На преступления грабители шли тщательно подготовленными. К островку с золотом они подобрали ключи, а для своей спецоперации выбрали ночное время, когда в здании уже практически никого не было. В банде состояло три человека, но воровал драгоценности только один из них. 25-летний грабитель предусмотрительно закрыл лицо медицинской маской. Его подельники наблюдали за обстановкой и докладывали обо всем по телефону. Чтобы смести все золото с прилавка, главному герою преступной группы понадобилось всего несколько минут. В ходе раскрытия дела выяснилось, что в криминальном мире он опытный и уже был судим. Стоит отметить, что банду грабителей задержали по горячим следам. Вскоре после того, как владелец ювелирного отдела обнаружил пропажу и вызвало полицию. После совершения кражи они сразу выехали в город Уральск. 2 ноября все подозреваемые, ранее судимые жители области были задержаны сотрудниками криминальной полиции в городе Уральске. Украденные золотые изделия изъяты. В рамках уголовного дела воздушены по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан проводится досудебное расследование. Серьезная авария произошла на трассе в Актюбинской области. Автомобиль врезался в корову, в результате чего сгорел дотва. Пришествие случилось в 30 километрах от поселка Кинкияк в Тимирском районе. Как сообщили в полиции, рано утром 8 ноября на дороге покровка Кинкияк-Эмба автомобиля Тойота Апсум столкнулся с коровой, которая была на проезжей части. За рулем иномарки был 57-летний мужчина, который занимался частным извозом. Вместе с пассажирами он ехал в сторону Актюбе. В Минивене находились 7 человек. В результате аварии никто не пострадал. На тушение машины вызвали пожарных. К 10 годам колонии приговорили двух студенток в Кустанайской области. Об этом на масштабном родительском собрании рассказали полицейские региона. Как сообщает сайт полиция КИЗ, такие мероприятия с начала учебного года проводятся во всех колледжах и средних школах. В ходе мероприятий демонстрируют видео и фильмы антинаркотической направленности. Стоит отметить, что с начала года в Кустанайской области было выявлено около 270 преступлений. Из-за незаконного оборота изъято 340 килограммов различных наркотических средств. Две студентки были приговорены к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков, рассказал сотрудник управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции Кустанайской области Айгуль Яроделова. Полицейские предупреждают о серьезной ответственности за такие правонарушения. Даже под предлогом заработка больших денег не стоит выполнять никакую работу по распространению наркосодержащих препаратов. Сразу в 10 регионах страны расследуются уголовные дела в отношении организаторов пирамиды ЭЛОС. Представители финансовой пирамиды действовали в Акмолинской, Актюбинской, Атараусской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской области, а также области Абай, ЖТСУ и городах Алматы, Астана и Шымкент. Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекали в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТО «Энерджи ЭЛОС Казахстан». С целью создания видимости существования ЭЛОС в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5% до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя. В течение года общее число привлеченных граждан составило свыше 3000 человек. Из них 1773 человека подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 миллионов тенге. А среди организаторов филиала «Финпирамиды Кюнет» в Петропавловске выявили экс-полицейских. Сейчас они уже задержаны и выдавлены в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в региональном департаменте агентства по финансовому мониторингу. 73 вкладчика, о которых известно на сегодня, с 2018 по 2021 годы инвестировали в пирамиду 82 миллиона тенге. Ситуацию усугубил факт того, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения. Все трое фигурантов уже находятся в изоляторе управления полиции Петропавловска, говорится в сообщении. Напомним, фирма «Кюнет», зарегистрированная в Малайзии, позиционирует себя как занимающаяся интернет-торговлей. Вкладчики «Финпирамиды» предлагали внести от 600 до 800 тысяч тенге для регистрации независимыми представителями приобретения карты предшественника, а также по 40 тысяч тенге для аренды офиса. В офисах проводились встречи, агитации, обучающие семинары, лекции. Впоследствии в «Финпирамиду» втягивали все новых участников. Пострадавшие, оказавшиеся вовлеченными в «Финпирамиду», продолжают обращаться в правоохранительные органы. На этом у меня все, дорогие телезрители. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин